Всем привет! Сегодня 24 апреля, не сказала августа. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я очень коротко расскажу, какие томаты я высаживаю в первую очередь и почему. Вот в первую очередь я буду высаживать вот ту полосу, где я приготовила лунки. И к высадке, к моменту высадки, вы видите, что здесь уже у меня редиска, салат растет. Это специально было заготовлено, вот я делала эти дырочки, специально была вот эта половина, видите, половина была заготовлена под низкорослые вот эти вот томаты, типа как демидов, госпожа удача, там что у нас, клуша, спиридон может быть, любые вот эти вот, они сюда подойдут. Именно их я высаживаю в первую очередь. Вообще, я зимой уже показывала схему, но я сейчас покажу еще раз. Вот это вот моя теплица, вот расположение, вот эти вот, как я говорила, красный уровень опасности, вот с ними больше всего хлопот, потому что они выращиваются для получения супер раннего урожая. Они раньше всего были сеяны, они раньше всего сейчас в первую очередь будут высаживаться. Они больше всего у меня получают испытания, потому что, во-первых, длительный срок в рассаде были, во-вторых, сейчас высаживаю, будут еще холодные периоды. И сюда я высаживаю только сибирские, только толстоногие, только низкорослые, вот такие холодоустойчивые сорта. Если вы еще не слушали тему вот этого ролика, то у меня здесь демидов будет, клуша, потом будет госпожа удача, будет Настенька вот в этих рядах. И еще традиционно я высаживаю русские колокола, потому что он рано спеет, красивый и вкусный, оранжевый такой. В этом году будет еще толстый джек и джина, потому что они тоже ранние, и они не очень толстоногие, но они не высокорослые, они низкорослые. И вот именно эти сорта будут у меня высажены. Вот у меня первый ряд, он всегда самый маленький. Для получения супер раннего урожая, я здесь нарисовала, я возможно даже буду делать прищипку у некоторых, после второй или третьей кисти сформировавшейся, для того, чтобы было очень-очень рано. Следующий ряд вот этот, сюда уже может у нас вот это вот подойти Настенька. Если демидов 55 см высота, то Настенька 70-75 см. Сюда я уже могу высадить Настеньку, еще какие-то тоже детерминатные, но уже не такие высокорослые. Ой, не такие низкорослые наоборот. Ну короче, следующая ступень. Я всегда высаживаю сначала самые низкие, потом повыше. И вот этот ряд, эта сторона, сюда буду высаживать вот эти, но буду высаживать их позже, потому что здесь индетерминатные, высокорослые, которые более нежные. Я посмотрю, возможно они будут здесь еще неделю стоять, я их высажу позже. Это все зависит от погоды. Вот эти я высаживаю независимо от прогноза погоды. Вот сейчас я знаю, что в конце недели у нас будет похолодание до нуля, буду прикрывать их пленочкой. Но на эти сорта я надеюсь, я знаю, я уверена, что они перенесут холод. Я уже сто раз говорила, что видите, они все у меня вот с такими толстыми, кучерявыми такими листьями, которые не обмерзают, не подмерзают. Вот они. Я их и на улицу в первую очередь высаживаю и здесь. Вот завтра, сегодня-завтра буду высаживать. Вот это вот у меня просто стоят, они не высажены, как видите, я приготовила дырочки. Просто. Вот это госпожа удача. Она очень похожа на Демидова, но Демидов розовый, а у нее красные плоды. Вот здесь и будут стоять у меня госпожа удача, Демидов, Королевский, Джина, Клуша, Спиридон. Хочу попробовать Буяна. Похвалили, что Буян в теплице разрастается огромный и дает большой урожай. Всегда выращивала его на улице. Вот эти сорта буду я высаживать в первую очередь. Вы поняли, почему я выбрала их? Что они низкорослые, детерминантные, с толстыми листьями, с толстыми ножками. Они переносят похолодание, даже значительные периоды похолодания без ущерба для своего здоровья. Они более адаптированные к нашему холодному климату. Именно на них можно надеяться, именно с них можно получить ранний урожай. Естественно, что вот эти вот индетерминантные, не дождешься, чтобы в начале, например, или в конце даже июня были у них плоды. Обычно они бывают немного позже. Вы представляете, что пока вот этот куст двухметровый вырастет, пока огромный плод завяжется, сформируется, пока он вызреет. Вот эти уже коротконожки, они дадут урожай. Все. Это вот коротенько, потому что я уже сто раз говорила на эту тему, я объясняла, почему я выращиваю эти сорта, какие именно сорта. Ну так как люди добавляются, новые и новые, некоторые вообще даже не знали названия этих сортов. Все эти сорта у нас по всей России продаются. И многие, услышав от меня вот про их уникальную такую неприхотливость, уже в прошлом году выращивали и рады, что и демидов хорошо дает во всех регионах урожай. И Настенька всем понравилась, она такая крупноплодная, розовый, красивый плод, вытянутый в форму. Но она низкорослая и она неприхотливая в уходе. Вот ее в первую очередь тоже. Все, до свидания.